Друзья, прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется военный эксперт, полковник запаса вооруженных сил Украины Олег Владимирович Жданов. Олег Владимирович, здравствуйте, громадное спасибо, что нашли время, рад вас видеть. Здравствуйте, я тоже рад у вас побывать в эфире. Громадное спасибо. Олег Владимирович, вы знаете, я готов очень много тем для общения с вами, но хочу начать. Мы с вами работаем в режиме прямого эфира. Вот появилось сообщение от помощника президента, так называемого Российской Федерации, помощник президента Алексей Дюмин, кстати говоря, тот еще персонаж. Так вот, он не сомневается, что в ближайшее время территория Курской области будет полностью освобождена, так говорит Дюмин. При этом мы знаем, что на неделе, вероятнее всего, случился еще один прорыв границы, еще с одного участка границы Российской Федерации. И вот о чем с вами хочу поговорить. Насколько я понимаю, лучше, как говорится, врага переоценить, чем недооценить. Можно ли говорить о том, что скоро может начаться новая фаза так называемого контрнаступления Российской Федерации в Курской области? Есть ли предпосылки к этому, по вашему мнению? Пока таких явных предпосылок нет. Почему? Потому что, да, потихонечку, постепенно группировка увеличивается. Сегодня мы оцениваем где-то ее до 45 тысяч. Но и фронт увеличивается. Мы продвигаемся потихонечку вперед и в районе Коренева, и в направлении Льгова, и в направлении Курска вдоль трассы. Мы расширяем зону нашего контроля. Поэтому с каждым днем группировку надо иметь больше и больше. И поэтому в ближайшие несколько недель я не вижу тенденции к тому, чтобы они собрали ударный кулак и готовились к решительному контрнаступлению хотя бы на одном из участков той зоны, которую мы контролируем. Вы знаете, хотелось бы еще с вами проанализировать. Относительно давно с вами не общалась. Они общались, вот на этой неделе появилась информация, что вооруженные силы Украины прорвали еще один участок границы с Российской Федерацией. Вот сейчас страсти немножко улеглись по этому тему и по этой теме. Мне кажется, самое время проанализировать. Вот что это было? Какие это открывают перспективы нашей армии? Смотрите, там не столько перспективы, сколько мы потихонечку, мы применяем тактику. Во-первых, у нас маневренная война. Основной вид боевых действий – это рейдовые действия. Мы формируем рейдовые отряды и запускаем этот отряд на рассечение российской группировки. Задача рейдового отряда – не ввязываться в затяжные позиционные бои, а применять в основном обход и охват позиций противника. Потому что у них тоже нет там сплошной обороны. У них там очаговая оборона, основанная на опорных пунктах. Ротных, батальонных, взводных опорных пунктах. А мы выявляем эти опорные пункты и какая-то часть, допустим, авангард, наш авангард, ввязывается в бой, сковывая внимание противника. А основные силы рейдового отряда заходят с фланга или с тыла. И таким образом мы действуем. Поэтому каждый ввод нового рейдового отряда на территорию врага – это отрезание по кусочку большого пирога. Сознаете, Олег Владимирович, слушаю вас внимательно и ловлю себя на мысль. Когда только началась операция вооруженных сил Украины в Курской области, сначала было вообще непонятно, что происходит. Имею в виду не вас, а людей, которые следят за ситуацией. Потом началась другая стадия, мы поняли, что это успешная операция вооруженных сил Украины. А далее, вот сейчас, такое ощущение, что появилась четкая уверенность в том, что эта история всерьез и, как говорится, надолго. Есть ли у вас такое ощущение, Олег Владимирович? Да, конечно. Надо удерживать эту территорию до размена. Это предмет политического торга. Война является инструментом политики. Более жестким, но более эффективным. И вот тут мы просто с вами видим такой яркий классический пример, когда боевые действия являются инструментом политики. Задача военных практически на сегодняшний день выполнена. Теперь остается удержание этой территории. При возможности можно расширять зону контроля на территории врага. Наносим разгром, удерживаем часть территории, по возможности расширяем зону контроля. У политиков теперь задача дождаться, когда ситуация перерастет настолько, дойдет до такой критической отметки, когда Кремль уже не может не реагировать. Они уже тянут части и подразделения. Ну, кстати, уже даже дивизию одну, десантную, во всяком случае, которая затыкала все дыры на Восточном фронте, она сегодня в составе двух полков, она сегодня действует там. Причем один полк мы уже там очень хорошо обескровили. 51-й полк ВДВ Российской Федерации. И теперь удерживать эту территорию до тех пор, пока политики не придут к необходимым для нас или выгодным для нас условиям решения вопроса. Олег Владимирович, учитывая Ваш широкий кругозор, знаю, как Вы следите за ситуацией и на геополитическом уровне. Вот то, что сейчас происходит именно не на поле боя, а на поле дипломатического боя. Визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Последние заявления мировых лидеров. Как Вы думаете, вообще, куда все движется? Вот этот самый обмен, что это может быть? Есть ли какие-то перспективы удачного решения в ближайшее время? Думаю, что нет. В ближайшее время нет. Но есть хорошая тенденция того, что формируется позиция, что наконец-то мы смогли обратить внимание мировых лидеров на то, что устав ООН – это основа, международное право – это основа. Сегодня это ключевой тезис на всех переговорах и на всех заседаниях. И самое интересное, что даже такие страны, как, допустим, та же Индия или тот же Китай, они все равно, в конечном итоге, Турция та же, они все равно, в конечном итоге, приходят к выводу, что нерушимость границ священна. Что границы нельзя переходить. Почему? Потому что даже эти три страны, которые я перечислял, они имеют территориальные претензии к своим соседям. И для них сохранение границы, допустим, до начала тех же боевых действий или между, допустим, тем же Китаем и Индией, инцидент был вооруженный, у Турции, там, Курдистан этот постоянно, они проводят войсковые операции. Для них это наилучший вариант решения территориальной проблемы. Я уже даже не беру самые гладкие страны Европы, допустим, да, та же Испания, там, сколько регионов Каталония, страна Басков, они же готовы, Великобритания, то же самое, у всех есть территориальные, поэтому нерушимость границ, это она священна. Вот это для нас главное. Действительно так. Олег Владимирович, еще хотел вот какую тему затронуть. Вы знаете, в начале Курской операции российская пропаганда, мы прекрасно знаем, как она работала, в украинском информационном поле начала сеять следующий нарратив. Украина продвигается вперед в Курской области, при этом отдает Донбасс. Мы прекрасно понимаем, что вот такие, как в 21 веке, можно влиять на умы людей. Скажите, пожалуйста, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что ситуация на угледарском направлении, ситуация на кураховском направлении, на самом деле, очень тяжелая. Как бы вы могли сейчас оценить то, что происходит на Донбассе? А тут надо ложить на чашу весов политическую ситуацию. Дело в том, что операция в Курской области может повлиять на расклад, допустим, в случае, если начнется подготовка переговорного процесса. А вот ситуация на Донбассе, она наоборот ослабляет и ухудшает нашу позицию. Да, если бы мы бросили все бригады туда и остановили продвижение российских войск, ну как бы это усилило нашу переговорную позицию? Поэтому тут надо действительно смотреть, может быть, даже с ракурса не военного искусства, а с ракурса именно политической целесообразности данных операций, насколько они весомы в политическом отношении, в плане организации тех же переговоров. В конечном итоге они все равно будут, рано или поздно, но на каких условиях самое главное. А какое сейчас направление фронта, Олег Владимирович, где сейчас нам тяжелее всего? Ну, как выяснилось, тяжелее всего нам на времовском оперативном направлении, потому что Углидар действительно является ключевой позицией в нашей обороне. И оставление Углидара, если там нету дальше оборонительных линий до Покровска, это будет оперативный успех российских войск. Поэтому для нас, видите, ни Покровское, ни Кураховское направление, они сегодня все отошли на второй план. Сегодня надо решать проблему именно с Углидаром. Понятно, что город мы уже не удержим из-за провала флангов, но обеспечить оборонительный рубеж для войск, чтобы они могли попытаться остановить продвижение российских войск в глубь нашей территории, во всяком случае в направлении Покровска, это, на мой взгляд, наиглавнейшая задача. Олег Владимирович, я еще очень сильно хочу вам задать один вопрос. Такая тема, как сейчас принято говорить, хайповая. С другой стороны, она действительно очень важна. Простительно, Керченского моста. Вы знаете, я неоднократно слышал мнение о том, что, конечно, очень хорошо, что россияне, мы и в сюжете это видели, напряжены, что они этот Керченский мост незаконно построены, и укрепляют, что они чувствуют опасность и так далее. Но якобы сейчас делать ставку на разрушение Керченского моста вооруженным силам Украины смысла особого нет. Единственное, что я пока что не понял, а почему нет смысла делать такую ставку. Вот по вашему мнению, есть ли сейчас смысл концентрироваться на этом незаконном построенном мосту? Думаю, что, к сожалению, ситуация, на мой взгляд, складывается таким образом, что он отходит на второй план. А вот почему? Во-первых, дело в том, что Российская Федерация все-таки умудрилась построить эту линию, ветку железнодорожную с Ростова на Мелитополь. И вот для нас, я бы первостепенной задачей рассматривал бы уничтожение моста через речку Кальмиус на нашей территории. Это законная цель, мы можем применять любые образцы западного вооружения по этой цели, для того, чтобы предотвратить построение логистических путей на основе этой железнодорожной ветки. Они фактически срезали 300 километров крюк через Крым, через Крымский мост. Крымский мост не несет полный нагруз, не может сегодня нести полную нагрузку. И опять же, Крымский мост, это больше, сегодня это уже больше политическое значение в его разрушении. И я думаю, что в данной ситуации возможно разрушение Крымского моста под какое-то политическое событие. Вполне возможно, что для усиления, допустим, переговорной позиции. Что мы его обрушим, выходя, допустим, на какую-то финишную прямую в плане организации переговорного процесса на наших условиях. Когда это будет необходимо. А пока у нас, я так думаю, что и ракет-то особо нет, чтобы наносить удары по этому мосту. Мы, кстати, уже несколько, две недели как минимум не наносим таких групповых ракетных ударов. Я промассированных не говорю, а групповых ракетных ударов по объектам Российской Федерации на нашей территории. Да, относительно символических дат, вы знаете, таких важных. Ну, хочу напомнить, что это не важная дата, но тем не менее символическая, что вот уже 7 октября у Путина день рождения. Посмотрим, все может быть, как говорится. Ну, кстати, есть информация, что ракету «Сармат» хотели ему подарить. Подарили, ликвидировали шахтный ракетный комплекс. Вот конверсия в России тоже наступает, даже такими методами. Была такая песня очень популярная «Как намаялась я с тобой, моя попытка номер 5». Вот это, по-моему, очень характеризует хорошо. Кстати, счет по испытаниям 4-1. 4 в пользу ракеты, которая не хочет лететь. Это было пятое испытание. Первое было успешное, она оторвалась от земли. А все остальные последующие были неуспешными испытаниями. Но тут же прелесть в том, что шахтный пусковой комплекс – это огромное сооружение. Я так понимаю, судя по фотографиям, он восстановлению не подлежит. Ну и научно-технический состав, который там присутствовал, я думаю, что там выживших не было после такого мощного взрыва. Это была действительно катастрофа. Да, действительно, эта информация уже есть в прессе. Конечно, российские эти все паблики об этом молчат. Олег Владимирович, еще два вопроса. Первое. Мы поняли относительно Керченского моста, возможно, сейчас это не приоритетная цель. А вот то, что случилось в Торопце, вот это то, к чему стоит стремиться и дальше, я правильно понимаю? Вот это путь к успеху, по вашему мнению? Да. Кстати, мы в ближайшие недели ощутим это на фронте, потому что поставка логистики напрямую – это сложнейшая вещь. И обеспечить бесперерывную поставку боеприпасов при отсутствии вот таких перевалочных или транзитных складов, как 107-я база Арсенала – это существенный удар по российской логистике. Плюс количество боеприпасов, которые уничтожены одновременно. Ну, я скажу так, из 7 мы 2 Арсенала сожгли, у нас есть еще работа, еще 5 Арсеналов остается у нас в списке. Олег Владимирович, и напоследок, вы знаете, не секрет, что общаемся с вами довольно часто. И хочу вам сказать, что помню прекрасно наше с вами общение в рамках одного из наших проектов. И тогда задавал вам вопрос летом 2023 года, в конце лета, вот на каком этапе сейчас находится эта война глобально. Прошло чуть-чуть больше года. Сейчас, по состоянию на 25 сентября года 2024, что можете сказать? На каком этапе сейчас Украина в этой войне, которую развязал Путин? Где мы сейчас? Я думаю, что этап не изменился. К сожалению, мы пока что в том же этапе позиционной войны пытаемся, вот, кстати, Курская операция, это, на мой взгляд, одна из таких серьезных попыток переломить ситуацию на поле боя. Через политику, не столько через войну, сколько через политику. А так, к сожалению, в течение этого года, я думаю, что мы остались на том же самом этапе. Владимир Владимирович, я вас услышал. Спасибо вам большое за эту беседу. Вы знаете, не так было много у нас эфирного времени, но обсудили очень много тем. Услышали самое главное. Курская операция продолжается, она имеет перспективу, безусловно. Насчет Керченского моста. Пусть россияне будут напряжены, но, как говорится, можно действовать и тоньше. И вооруженные силы Украины это умеют делать. Позиционная война, сейчас слово за политиками. Очень хочется верить, что какой-то будет финт, который, собственно, и поможет Украине. Очень хочется это очень сильно верить. По Крымскому мосту самое интересное, это то, что, точнее, самое важное, на мой взгляд, то, что генерал Буданов сказал, что мы готовы. У него есть план этой операции. Готовы. Теперь ждем отмашку. Вот они теперь пусть думают. Ждем отмашку и, опять-таки, Олег Владимирович, возможно, и символическую некую дату. Согласитесь, вполне может быть. Вполне может быть, да. Олег Жданов был в нашем эфире. Благодарю вас и до встречи, Олег Владимирович. Да, до свидания. Пожалуйста.